Совсем скоро на улице Латина в Иванове светло будет не только днём, но и ночью. Подрядчик приступил к работам по монтажу фонарных столбов. Заказчик – городская администрация. Из бюджета выделено без малого 600 тысяч рублей. Протяжённость новой линии составит почти полкилометра. Установят 18 новых железобетонных столбов. Лампы ДНАТ 150 ватт. При такой ширине улицы будет нормальная свещённость. Жителям, я думаю, понравится, так как у них не было ничего вообще здесь. Чтобы власти обратили внимание на конкретную улицу, жители должны подать заявку в мэрию. Впрочем, решить проблему с освещением быстро вряд ли удастся. В перечне неосвещенных улиц предостаточно. Очередь двигается медленно. Средств хватает на 1,5-2 километра новых фонарных линий ежегодно. В администрации города Иваново ведётся реестр неосвещенных улиц. Формируется он, исходя из заявок тех участников, граждан нашего города, которые неравнодушны. Пишут, что им необходимо осветить подъезд, подход. В первую очередь, конечно, мы делаем упор на социальных объектах. Это детские сады, школы. Гарантия на лампы уличного освещения – один год. После окончания монтажных работ сеть перейдёт на баланс городского управления благоустройства. К концу лета жители окрестных домов увидят на своей улице свет. Однако, это далеко не все пожелания горожан. Нам вот хочется тут тротуары, вот, чтобы были. А то, когда мы вот ходим в школу, нам вообще неудобно. А тебе что хочется? Ну, мне хочется, чтобы здесь сделали пешеходный переход. А то вот мы ходим в школу и опаздываем. А тут машины едут, и нам приходится ждать. И они перед нами редко останавливаются. И вот приходится делать пешеходный переход. Фонари жители улицы Латина ждали не один год. О том, когда к ним добавится новенький асфальт и зебра, можно только догадываться. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.